Добрый день, уважаемые подписчики канала Процветок. С вами Ольга Дуброва. Сегодня мы с вами посадим георгины. Пришла весна, и надо их уже с зимнего хранения посадить в землю. Какой будет у вас посадочный материал, я не знаю. Давайте рассмотрим различные варианты. Когда вы приобретаете в магазине, то вы должны видеть, что на бывшем стебле присутствует, естественно, клубень, целая корневая шейка. Мы когда-то с вами уже общались, мне кажется, на эту тему. И, возможно, уже проснувшиеся почки. Почки будут просыпаться именно на корневой шейке. Поэтому на это мы всегда обращаем внимание. Почки проснулись. В принципе, все то, что надо. И ничего здесь уже с ним делать не следует. Корневища упругие. Замечательно. Затем, когда мы сами с вами выкапываем свой посадочный материал, потом рука не поднимается их делить. Иногда, спустя 3-4 года, образуются, ну, прям такие гнезда, которые в ведро-то не влазят, и трудно с ними манипулировать и переносить. Здесь была попытка разделить, но у кого-то дрогнула рука, побоялись. Поэтому не стремитесь сохранять большое гнездо клубни георгин, потому что это ведет, во-первых, к вырождению сорта, затем оно уменьшает образование полноценных цветов, которые будут характерны для данного сорта. Они могут мельчать, они могут терять даже характерную окраску. Вот я обрезаю максимально старые части клубня, стараясь не повредить почки, которые уже проснулись. Ну, и вроде бы такой конгломерат, и что же с ним делать? Значит, мы осматриваем, где тут что шевелится. Да, что-то можно разделить. В стеблей достаточное количество. Для того, чтобы георгина в текущем году порадовала вас пышным цветением, и цветы были полноценные, достаточно оставить два стебля. Можно три, если трудно делится. Поэтому я беру нож и примерно смотрю, чтобы с меньшими потерями его разделить. Работа нелегкая. Нож не очень острый. Инструмент должен быть острый. Прошлогодний стебель мне мешает. Попробую воспользоваться секатором. Вот я его уже наживила. Отделяем. Вот вполне нормальная деленка. Хорошие, сочные еще клубни. Здесь мы видим, почки просыпаются. Они проснутся и здесь. Обрезаем аккуратно. И я приготовила толченый уголь. Здесь, видите, следы зеленки. Но не хотелось с ней связываться, потому что такая вещь, зеленка, что перепачкаешься весь. И мы хорошенько промазываем срезы. Для того, чтобы предотвратить инфекцию. Если есть время, вы можете оставить на полчаса, для того, чтобы срезы подсохли. Так мы будем дальше поступать с этим конгломератом, разделяя его до состояния двух-трех побегов. С такой ситуацией мы разобрались. Отложим эту историю. Затем дальше смотрим, что у нас есть. У нас есть сорт, который мы предварительно делили. Было это месяц назад. Но и за время хранения немножко подсох. Поэтому все подсохшее явно мы удаляем. Этот корневище тоже излишне высохшее. Мы его обрезаем. И к тому же оно, я вижу, подпорченное. Нам такое не надо. То, что оторвалось от корневой шейки, мы тоже убираем. Ну и, в принципе, дальше делить его уже не стоит. Потому что получатся ослабленные совершенно клубни и могут оторваться от корневой шейки. Больше мы его не тревожим. Бывает еще такая история, когда либо у нас после хранения, либо в магазине мы приобретаем или хотим приобретать, но не можем, потому что нам кажется, что он совершенно высохший. Вот так вот выглядит неказисто абсолютно. Это особенно касается грешат тем, что не могут хорошо храниться без надлежащих условий. Нескорослые карликовые георгины из группы Гелери, Мелоди. Это вот сорт Мелоди. Поэтому сухое мы, явно сухое, которое вот на ощупь мы трогаем. И да, оно уже не имеет сил. Мы его обрезаем. Но при этом мы после осмотра видим, что корневая шейка хороша. Хотя и спящих, проснувшихся глазков не видно. Но тургор в клубнях присутствует. Мы ощущаем пальцами, что там живые части растения есть. Для того, чтобы его простимулировать и ускорить процесс прорастания, потому что ведь мы можем посадить на участки, уехать, и начаться там погода засушливая, либо морозная наступить. Для того, чтобы это все предотвратить, мы его замачиваем. В чем замачивать? Можно даже просто в воде замочить. Но мы замочим в растворе накосила. Экосил в данном случае никому не помешает. Можно концентрации от 1 до 5 мл. Я думаю, ему хватит и 1 мл. Если из пипетки, то это 30 капель. Здесь капля будет гораздо больше, поэтому накапаем 15 капель. Готово. Размешиваем и оставляем на часок его там полежать. Во-первых, немножко простимулируется и корневая система, и спящие почки. И снова же легкий такой защитный эффект будет иметь наша обработка. Где мы будем высаживать георгины? Ну, конечно, на своем участке. Предварительно, конечно, хорошо бы подготовить участок с осени. Если мы это сделали осенью, то мы внесли на метр квадратный примерно 1,5 кг навоза. Можно даже слегка перепревшего, если это под зиму. Мы внесли порядка 60-80 г комплексного удобрения. Либо мы смешали фосфорное, азотное, калийное удобрение и внесли. Фосфорное желательно вносить под зиму, потому что оно долгоиграющее такое. И к весне оно как раз начнет работать, когда уже почва прогреется. Но если мы не сделали это с осени, не подготовили наш какой-то обширный цветник из георгин, то можно вносить непосредственно в лунку, что мы сейчас и будем делать. Для этого почва, конечно, должна быть перекопана, должны быть удалены сорняки. Ну и выкапываем лунку. На дно нашей лунки мы внесем комплексное удобрение. У меня это фертика, универсал. Буквально щепотку. Это 5-10 г. Внесу я навоза. Но так как он не совсем перепревший, то я хорошенько перемешаю с землей. Свежий навоз от текущего года вносить не рекомендуется, потому что георгины будут давать большую листовую массу в ущерб цветению и будут присоединяться различные болезни, особенно грибковые. Помещаем в лунку. Ну вот, наши сантиметры 6-8 сохранятся и засыпаем. Можно сразу поставить колышек, чтобы как-то отметить. Это во-первых. А во-вторых, мы сюда можем поставить кол, для того, чтобы если сорт высокорослый, затем можно было по мере роста его подвязывать. Ну, есть достаточно сортов, которые даже и сильно рослые, из группы декоративных, и они не требуют подвязки, несмотря на крупные соцветия диаметром до 20-25 сантиметров. То, что касается нашего замоченного экземпляра, мы его посадим таким же образом, копаем лунку. Теперь встает вопрос расстояния. Если это разные сорта, то надо придерживаться такого принципа, правила, что мы сажаем следующий сорт на расстоянии половины высоты предыдущего сорта. Группа мелодий это низкорослые растения, они высотой сантиметров 40-50. Повторяем процедуру. Хорошенько перемешиваем. Когда почва такая увлажненная, пролитая дождем в период посадки, то полива в лунку и не требуется. К тому же, наш клубень был замочен и засыпаем снова сверху нашей землей. Можно поставить какие-то маячки, чтобы мы понимали, что здесь у нас растет клубень и отсюда ждать нам проростков, чтобы не присматриваться и не думать, прорастет он, не прорастет, все ли с ним в порядке. Ну и таким образом, что мы дальше будем делать? Затем мы дождемся проростков и несмотря на то, что мы вроде бы заложили удобрение, за сезон мы проведем две подкормки, после отрастания сделаем легкую подкормку, можно подкормить мочевиной грамм 50 на 10 литров воды, а затем провести подкормку после того, как начнется бутонизация, для того, чтобы простимулировать цветение, ну и естественно бутонизацию. Здесь мы уже сделаем упор на какое-нибудь удобрение, у которого в составе сделан упор на фосфорно-калийные удобрения, меньше азота, это может быть формула такая, там 10-15-15, либо 5-10-10, 10-20-20 по такой формуле, ну вы понимаете, это азот, фосфор, калий. Азот мы простимулируем то, что будет расти листовая масса, и мы уже заложили в почву компост, либо навоз, и удобрение стартовое, затем мы фосфор применяем для того, чтобы клубень лучше нарастал, ну и калий, конечно, для того, чтобы цветоносы были крепкие, и стимулировать цветение наших любимых георгин. Ну, вот мне кажется, про георгины и хватит, потому что весною для того, чтобы цветение было пышным, нам, в принципе, больше ничего и не надо с ними делать. До новых встреч! Пишите нам, ставьте лайки, пишите комментарии. Всего хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok